Таскмастер уже готов вступить в бой, но после небольшого перерыва. И пускай предстоящий фильм Чёрная Вдова отложен из-за коронавируса, нам не терпится погрузиться в долгую историю, которая странная даже по меркам вселенной Марвел. От школы суперзлодеев до города Гитлеров – вот всё, что представляет из себя Таскмастер. Таскмастер впервые появился на последних страницах 195-го выпуска Мстителей в 1980 году и по полной раскрылся в следующем же выпуске. Созданный Дэвидом Микелайни и Джорджем Пересом персонаж был построен вокруг одной простой идеи – всё, что кто-либо может сделать, он может сделать также. Он обладает сверхспособностью, которую обычно называют фотографическими рефлексами. Другими словами, если он выглядит, как кто-то что-то делает, он тут же может в точности повторить это – и запоминает этот навык навсегда. Эта способность впечатляла бы и в реальном мире, но этот парень – из вселенной Марвел. Он может лежа на диване посмотреть видео с Человеком-пауком или Черной Вдовой и всего через пару секунд слезть с дивана и идеально воспроизвести их движение. Конечно, всему есть предел – фоторефлексия – единственная сила Таскмастера. Это означает, что он может научиться бросать щит как Капитан Америка или драться в стиле кунг-фу как железный кулак, но он может всего лишь скопировать их движения. У него нет супер-мощи от сыворотки суперсолдат или способности направить силу бессмертного дракона в свою руку. То же самое касается и более приземленных суперспособностей. Он может провести целый день, наблюдая за Росомахой, но у него никогда не будет адамантиевого скелета или быстрой регенерации. Тем не менее, он выкручивался из многочисленных сражений с Мстителями, используя довольно впечатляющие приемчики. Несмотря на его практические успехи, главной силой Таскмастера всегда было обучение. Однако в роли учителя Таскмастер не особо альтруистичен, особенно если учесть, что его школа, которая называется Академия Таскмастера, не столько учебное заведение, сколько коммерческий учебный центр для злодеев. За небольшую плату начинающий суперзлодей может получить не только знание, как сражаться словно супергерой, но, что более важно, как сражаться против супергероев. Нет лучшего способа подготовиться к борьбе с Капитаном Америка, чем тренироваться с парнем, который может сражаться точно так же, как Капитан Америка. И пускай он в первую очередь объясняет костюмированным парням из Гидры и АИМ, как обрести уверенность в драке и надрать зад железному человеку, стоит отметить, что не только плохие парни пользовались его услугами. Таскмастер также отвечал за подготовку нескольких хороших парней – таких, как Джон Уокер, более известный как США-агент, пока тот недолго был в роли Капитана Америка, а также за обучение правительственных новобранцев супергероев в инициативу Мстители. – Мы работаем очень трудно! – Ты не работаешь слишком трудно! Я требую результатов! Класса уничтожена! Как и Дэдпул, Таскмастер зарабатывал себе на жизнь, будучи супер-мощным наемником – во всяком случае, в те времена, когда не преподавал в своей академии. А это означает, что два персонажа вращались примерно в одних и тех же кругах. И пускай их первая встреча закончилась не на хороших условиях, они часто пересекались друг с другом, и в итоге это привело к дружбе. Одна из наиболее выдающихся его ролей в комиксах была, когда он являлся вспомогательным персонажем Дэдпула. Его частые появления были в основном из-за того, что Дэдпул нанял бывшую девушку Таскмастера, Сэнди Бранденберг, на роль секретаря. Но когда Дэдпул взорвался, потерял память, изменил свое кодовое имя на Агента Икс, а затем выяснилось, что он все это время не был Дэдпулом, Таскмастер помог переобучить его на профессионального убийцу, а затем сражался бок о бок с ним. В последующие годы у них сложились довольно прочные, взаимовыгодные, дружеско-враждебные отношения. Время от времени они сражаются по разные стороны, но, несмотря на это, Дэдпул всегда готов помочь Таскмастеру, сражаясь, порой, не в полную силу, чтобы череп полиции не остался без оплаты. Он даже пригласил Таскмастера на свой мальчишник. Статус Таскмастера в качестве своего рода универсального суперзлодея привел к его появлению в несколько второстепенных ролях в разных проектах за пределами комиксов. Самым выдающимся событием, по крайней мере до выхода Черной Вдовы в 2020 году, стало его присутствие в Человеке-пауке 2018 года на PlayStation 4. Таскмастер иногда появляется в игре, бросая вызов Человеку-пауку, но он делает это таким образом, чтобы соответствовать своему комиксному формату. Вместо того, чтобы напрямую противостоять ему, Таскмастер проводит Паука через ряд испытаний. Предположительно, он делает это для того, чтобы он смог хорошенько разглядеть боевой стиль Паука, что приводит к бою, где он противостоит ему по полной, производя довольно интересное впечатление, исполняя те же движения, что и Человек-паук. – Если ты знаешь мои движения, ты знаешь, что я тебя буду уничтожить! – Возвращайся, если ты можешь! Несмотря на то, что он в основном был представлен как злодей или вспомогательный персонаж, Таскмастер изо всех сил пытался быть главным персонажем посредством двух одноименных мини-серий. Первое – относительно простое приключенческое действие, а вот второе была полна безумия. Ключевым моментом Таскмастера является то, что, как бы парадоксально это ни звучало, у него начались проблемы с памятью. Чтобы запомнить все приемы разных супергероев, его мозг просто стирал менее важные данные, например, его собственное прошлое. Чтобы вернуть себе воспоминания и быть в курсе событий, ему пришлось следовать своей истории и собирать её по кусочкам, выясняя, кто он такой. Это, как в фильме Помни, только в миллион раз более странно. Путь к воспоминаниям Таскмастера привел его к встрече с Мертвым Доном – латиноамериканским наркоторговцем, который оказался белым американским агентом ЩИТа, взявшим имя Мертвый Дон после обучения у Таскмастера. Однако это ещё цветочки по сравнению с тем, где заканчивается эта история. Вивильсбург 2 – небольшой городок в южноамериканских Андах, куда нацистские ученые бежали после Второй мировой войны, чтобы продолжить свои попытки клонировать Гитлера. Самым успешным результатом стал давний злодей Марвел Хейтмонгер, но у ученых оказалось ещё очень много клонированных мозгов Гитлера, и они слили биохимическую сущность фюрера в местное водоснабжение. Результат? У каждого человека в городе теперь, по сути, мозги Гитлера, из-за чего они постоянно воюют друг с другом за контроль над районом. Помимо Вивильсбурга 2 и Мертвого Дона, главным открытием этой серии комиксов было то, что она, наконец, раскрывает нам происхождение Таскмастера и его настоящее имя. Это было частью того, что он забыл – частью воспоминаний, которые и отправили его в это странное путешествие. И ответы изменили практически всё. Долгие годы Таскмастер получал приказы от секретной организации под названием Орг, но, как оказалось, на самом деле её не существует. Всё это время приказы отправляла ему его жена, Мерседес Мерсед, которую он не помнит. Она также была его напарницей, когда он был агентом Щ.И.Т.а по имени Тони Мастерс. Как сказал Ник Фьюри Стиву Роджерсу, Таскмастер всегда был хорошим парнем, просто он не помнит этого. Мастерс получил задание от Щ.И.Т.а проникнуть в сообщество суперзлодеев с помощью своих суперсил под именем Таскмастер. К сожалению, из-за несовершенного прототипа сыворотки суперсолдат, которая расширила его возможности, все те навыки, которые он впитал, стерли его память. Мерседес годами минимизировала ущерб, выступая в роли Куратора Таскмастера и направляла его туда, куда просил Щ.И.Т. К сожалению, как только он узнает всё это, его мозг сразу же всё стирает в пользу очередного боевого стиля. Он забывает истину о Тони Мастерсе и оставляет Мерседес с разбитым сердцем, потому что ей снова приходится вернуться к работе с мужем, который не помнит, что она в принципе существует. И пускай сомнительно, что Мертвый Дон или знаменитая Академия Таскмастера появится в киновселенной Марвел, нетрудно представить, как присутствие Таскмастера может отразиться на предстоящем фильме Черная Вдова. Основная часть истории Наташи Романов связана с её обучением в Красной комнате – секретной советской программе, предназначенной для создания серии высококвалифицированных агентов, которым присваивается кодовое имя Черная Вдова. В дополнение к короткому флэшбеку в Мстителях Эры Альтрона, Красная комната упоминалась в контексте врага Пегги Картер Дотти Андервуд в телесериале Агент Картер. Учитывая историю подготовки суперзлодеев Таскмастера и его способность быть идеальным тренером практически любого боевого стиля, легко представить его одним из бывших тренеров Наташи. Версия Таскмастера из Черной Вдовы копирует уникальные способности персонажей с по-настоящему захватывающей точностью – как для недавних читателей комиксов, так и для поклонников киновселенной Марвел, которые никогда не брали в руки комиксы за всю свою жизнь. Кинозрители видели этих персонажей в действии более десяти лет, и независимо от того, осознают они это или нет, они интуитивно понимают, чей боевой стиль видят, даже если костюм совершенно иной. Например, Капитан Америка, Черная Пантера и Зимний Солдат по сути имеют один и тот же набор суперспособностей, но у каждого из них есть боевой стиль, который не похож на остальные. Вы не увидите, как Черная Пантера наносит этот сокрушительный удар муай-тай, как Кэп, а Баки Баронс никогда не выполнит те же акробатические атаки, что и П'Чалла. Тем не менее, скоро вы увидите, как Таскмастер воплотит все их боевые стили. В одном только трейлере Черная Вдова мы увидели, как он отлично копирует Капитана Америка, бросающего свой щит, может потягаться в точности стрельбы из лука с самим Соколиным глазом и достает когти Черной Пантеры, не говоря уже про похожие движения. Более того, в Черной Вдове он не просто старается скопировать чей-то боевой стиль. Он исследует определенные моменты из более ранних фильмов киновселенной. В частности, кадр, когда он достает когти, имеет поразительное сходство со сценой из Мстителей – Война бесконечности. Подобно тому, как комиксный Таскмастер заведовал своей школой для начинающих суперзлодеев, кинематографическая версия также покажет его в роли учителя. На этот раз он управляет Красной Комнатой – сверхсекретным российским учебным центром, который производит супершпионов программы Черная Вдова. В результате он тот, кого Черная Вдова Наташа Романов знает лично. Он также, судя по всему, обучал и Елену Белову – вторую Черную Вдову в комиксах, которая первоначально намеревалась устранить и заменить Наташу, спустя долгое время после перебежки Романов, в Щит. Однако тот факт, что это Таскмастер, добавляет ещё один слой к истории возвращения Черной Вдовы в Красную Комнату с намерением уничтожить её. Мало того, что способность Таскмастера копировать любое движение, которое он видел, делает его идеальным боевым инструктором, это также намекает и на то, что может быть истинной целью современной Красной Комнаты киновселенной Марвел. За исключением короткого, вызванного галлюцинациями, воспоминания в Мстителях Эра Альтрона, мы так и не видим, как тренировалась Наташа и к чему её готовили. А то, что мы увидели, кажется довольно стандартным. Тот факт, что Таскмастер может сражаться как Мстители, может означать, что эта возрожденная Красная Комната не просто обучает своих солдат сражаться с вражескими шпионами. В комиксах тренировку с Таскмастером делает такой заманчивой то, что если суперзлодей борется против парня, который сражается в точности, как Капитан Америка, то он может постепенно выяснить, как победить настоящего Капитана. И если это звучит как слишком далекая перспектива, то подумайте, что аналоги Кэпа и Зимнего Солдата, которые являются продуктом Красной Комнаты, обрушатся на кого-то вроде Железного Человека столь же разрушительно, как и Танос. Если Красная Комната готовит солдат, специально предназначенных для уничтожения супергероев, то есть очень веская причина, по которой Наташа захочет её уничтожить, что выходит далеко за рамки истории про месть и искупление её собственного тёмного прошлого. Что ж, к сожалению, фильм перенесли из-за вируса на неопределённый срок, но однажды мы узнаем, как она одолеет Таскмастера и к каким последствиям это может привести. – Посмотрите вокруг, Романофф. – Мир вспомнить этот день. День, когда их герои потерялись. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова